Мы говорим с вами о различных проблемах, с которыми может столкнуться лидер и руководитель, и о тех темных местах, ошибках, которые лучше избежать. Одна из них – это умственная лень. Для начала нужно сказать, что в принципе, обычно человек, который занимает руководящее положение в коллективе, в организации, в общине превосходит среднего члена коллектива в следующих отношениях. Он превосходит по умственным способностям, надежности в выполнении своих обязанностей, активности в таком социально-экономическом статусе. Это не всегда так. И есть многие руководители, которые в своем коллективе имеют людей более образованных, более способных, потому что они полагаются на их помощь. Но, тем не менее, в быстро меняющемся мире руководитель не может позволить себе расслабиться и не думать. Хотя, цинично иногда можно встретить таких руководителей, которые говорят, я не думаю, у меня есть люди, которым я плачу деньги, а вот они думают, это их задача – думать. Я не думаю. Ну, может быть, это отговорка. На самом-то деле, что кажется иногда весьма таким большим сюрпризом, работа руководителя, лидера – это умственный труд. Умственный труд. Потому что в рутине работы приходится абсорбировать, анализировать, интерпретировать громаднейшее количество информации. Самое разнообразное. И эффективность руководителя требует активного умственного упражнения. И требует условий для умственного труда. Если, например, человек работает над проектом, завершив, начинает работать над следующим проектом, завершив, начинает работать над третьим проектом, то можно ожидать, что при реализации четвертого проекта не учтены ошибки, допущенные в первом проекте. Потому что в перерывах между выполнением или синхронно выполняя много различных дел, просто не было времени, когда подумать. Что там думать? Делать нужно дело. Поэтому можно встретить среди эффективных руководителей тех, которые уделяют время, создают условия для чтения книг. И особенности для чтения тех книг, которые бросают вызов их убеждениям или практикам. И когда они встречаются с людьми, они не просто дают рекомендации, они стараются выслушать людей и где-то, в общем-то, ввести диалог, для того, чтобы продумать те стратегии, цели, ценности, которыми они руководствуются в своей практике лидерства и руководства. Руководитель осмысленно анализирует прошлое. Ему просто необходимо интерпретировать события и условия и контекст настоящего. Иначе он не сможет спрогнозировать будущее и спрогнозировать стратегии эффективно достичь этого будущего. Ну и, конечно же, осмысление ошибок, а также подведение итогов, когда что-то удалось достичь. Потому что очень важно руководителю будет не только эффективным в выполнении проекта, но, в общем-то, стать тем человеком, который может консультировать. Кто может консультировать? Это человек, который осмысливает свою практику. Потому что, если человек не анализирует, что происходит в его практике, если у него спросить, а как ты это сделал? Не знаю. Вот как-то получилось, сам не знаю. Я и не думаю. Делаю, и все. Получится, получится. Не получится, не получится. Но если человек делает какие-то пометки, записи, размышляет рефлективно, тогда он говорит, ну вот у меня было четыре подхода. Три из них не получилось. Вот по каким причинам. Четвертый у меня сработал. Вот какие были условия, вот причины, почему мне удалось что-то сделать с моими соратниками, сотрудниками. Лидер встречается с людьми в формальной обстановке, неформальной обстановке. И он старается слушать. Эффективный лидер старается слушать. На самом-то деле, умение слушать и создание условий для того, чтобы человек мог выслушать других, это очень важный шаг. Несколько лет назад я познакомился с руководителем очень серьезной организации, Международной Ассоциации Христианских Учебных Заведений, Council of Christian Colleges and Universities, доктор Пол Корт. Вот он уже состоявшийся человек, руководитель с большим послужным списком, возглавил эту организацию. Я был на его инаугурации в Далласе, в США, во время одного из съездов этой организации. И потом, может быть, через месяцев 5-8, я получаю в рассылке электронный листок информационный, вестник. И вот отчет за первый период его работы. В чем она заключалась? Она заключалась в том, что он принял решение посетить несколько учебных заведений. И назвал это, вообще-то, путешествие послушать. Он путешествовал и слушал. Ему было очень важно услышать других руководителей. познакомиться с ними, узнать их, чем они живут, с чем они сталкиваются. И он задавал вопросы с их точки зрения, как должна развиваться эта ассоциация. Потому что он был человек, с одной стороны, не новичок, но, с другой стороны, для того, чтобы принять какие-то решения и стать лидером, который знает обстановку, он потратил время и потратил достаточно качественно, для того, чтобы послушать своих коллег. Слушать это, в принципе, уделить внимание человеку, который говорит. Это не сбор информации в копилку знаний своих. Потому что у нас столько много знаний, извините, и столько много чего у нас в голове, что нам информацию дополнительно принять сложно. И психологически, если мы воспринимаем человека и просто получаем от него информацию, то мы через пять минут уже отворачиваем глаза, или если смотрим на него, то на самом-то деле мысленно уже где-то по-другому. Лишь только тогда, когда мы расположены к разговору от сердца к сердцу, когда мы уделяем внимание человеку, тогда его слова приобретают какую-то ценность. Слушать человека это прежде всего оказать внимание другому человеку. Преимущество умения слушать для лидера и руководителя. Ну, во-первых, мы получаем информацию, идей, которые могут оказаться полезными. Вы помогаете людям, позволяя им выговориться. Тем самым, они воспринимают данную ситуацию как возможность быть соучастником проекта, деятельности. Вы вызываете у собеседника желание выслушать вас, потому что возникает диалог. Вот первый шаг в совершенствовании своего умения слушать, это понимание признаков неумения слушать. И вот к симптомам болезни невнимания относится избирательность. так, давай об этом мне это не интересует. Но вот это было как раз для человека важно. Ты мне расскажи об этом. А для него это не важно. И он уже потерял всякую мысль. Отключение особенности внезапно. Знаешь, у меня сейчас нету времени об этом говорить. Давай поговорим позже. Если вы два-три раза обещали человеку поговорить позже и никогда не возвращались, к вам никто ничего не сообщит. Даже если вы потом будете огорчаться, почему человек вам ничего не сказал. Ну и ленность мышления. Можно слушать, делать пометки, потом закрыть, положить на полку в стол письменный и ничего с этим не делать. Условия для совершенствования умений слушать. Ну, во-первых, желание слушать, желание уделить возможность. а также способность не только запечатлеть услышанное, но способность, умственная способность, а также желание и навыки интерпретировать услышанное. Потому что иногда мы собираем очень много информации и нужно извлекать вот то, что необходимо извлечь. кто-то кто-то из мудрецов сказал, что немногие из нас могут оказаться или стать прекрасными ораторами, но многие из нас и всем нам по силу стать превосходными слушателями. для эффективного лидера одно из важных качеств это умение слушать. Великие лидеры это мыслители под воздействием Божественного Духа. Вот неумение слышать и слушать людей в какой-то мере параллельно неумению и нежеланию слышать Бога. В Евангелиях мы читаем интересное повествование о том, что однажды Иисус Христос накормил многотысячную многотысячную толпу людей. А через время, когда произошла подобная же ситуация, ученики, которые находились и видели голодных и Христос говорит, ну, нужно накормить этих людей. Они говорили, ну, а кто это может сделать? Они имели жизненный опыт, что Христос накормил тысячи людей, а через время они забыли. Почему? Потому что отключили свою память, не зафиксировали, не приняли во внимание. Великие лидеры, они стараются преобразовать свой ум в соответствии с мудростью, божественной мудростью, человеческой мудростью. но великие лидеры, как мы говорили с вами, это верные последователи Христа. Они стараются разуметь его, понять его, исследовать его жизнь, деятельность, проникнуться к его ценностям, увидеть пример, каким образом он поступал в те или иных ситуациях. Но когда мы соприкасаемся с другими руководителями, нам просто необходимо уметь оценивать их действия, отслеживать их жизнь, для того, чтобы наблюдать и извлекать уроки. для того, чтобы стать эффективным, нужно много трудиться, для того, чтобы умственно, логически можно было бы выстроить для себя определенную модель, определенные какие-то параметры, по которым мы могли бы построить свою жизнь и свою деятельность. В-шестых, одна из ошибок у руководителей лидеров является повышенная чувствительность критики. Вы знаете, руководителям приходится иметь дело с самыми неприятными явлениями. Проявление беспокойства людей, нетерпение, страх, жалобы, взаимные упреки, эмоциональные взрывы, беспричинные обвинения, частая критика, злословие и, простите, открытое хамство. Руководители иногда ставят перед собой большие цели, но часто они сталкиваются, что существует некое повышенное ожидание к ним, несправедливые претензии. И вот руководители организации часто становятся такими публичными фигурами их семейная личная жизнь становится предметом обсуждения. Нужно им становиться толстошкурами, потому что неправильное отношение к критике приведет к тому, что человек в общем-то не сможет быть быть сфокусированным, в какой-то мере собранным, в какой-то мере последовательным. Требуется мужество и стойкость. Освальд Зандерс в своей книге сказал, что люди ставят памятники ушедшим руководителям на фундаменте из камней, которыми побивали этих руководителей при их жизни. Люди ставят памятники ушедшим руководителям на фундаменте из камней, которыми побивали этих руководителей при их жизни. Вот судьба руководителей часто, что приходится выслушивать многие упреки, часто несправедливые. На мой взгляд, руководителей и лидеры ответственны за то, чтобы создать культуру обратной связи. Это не означает абстрагироваться, ничего не слышать, не внимать, стать цинником, а люди всегда найдут какую-нибудь причину. Нет, критику стоит воспринимать. Даже нужно в ней быть заинтересованным. Но нужно воспринимать спокойно, без лишней чувствительности, конструктивно извлекать уроки и, может быть, консультироваться, действительно ли это перспектива одного человека или, может быть, не только одному так кажется, что где-то мы что-то не так делаем. Однако, не стоит реагировать на каждую критику, не сдаваться при возникновении оппозиции, несогласия. решение руководителя не всегда совпадает с большинством, не всегда. Или с мнением оппозиции. Оно уникальное очень часто. Отличается. Вот настоящий лидер, он, конечно же, более чувствительный, мы говорим сейчас с христианской точки зрения, он более чувствительный к тому, что думает о нем Бог, что Бог думает о данной ситуации, что Бог думает о случившемся или о будущем. Апостол Павел говорит, я не особо обращаю внимание, что там происходит внутри меня, я не особо обращаю внимание, что говорят люди. Для меня более важно, что говорит Господь Бог. Но, конечно, будем помнить, что Господь Бог часто проговаривает к нам через тех людей, которые нас окружают. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com седьмой пункт, что можно было бы назвать как одной из ошибок, которые стоит избегать. Духовный сон, апатия. Я постараюсь объяснить. Мы понимаем, как важно для человека, который ответственный за тот или иной проект, ответственный за дело, физическое состояние, психологическое состояние, но также важно и духовное состояние. И взаимоотношения с всемогущим святым Господом Богом создают условия для эффективной и нравственной деятельности руководителя. Я вчера говорил вам о том, что мне пришлось прочитать однажды записку в церкви, где человек, сестра подписалась по имени, потом приписка такая была «Инвалид по зрению, но Господа вижу хорошо». Вот в действительности есть какие-то недостатки, с которыми можно жить. Есть определенное может быть ограничение, которое допустимо. Но есть вещи, которые не стоит допускать, их стоит избегать. Это то, что в общем-то может быть роковой ошибкой. Иисус Христос своим ученикам говорил «Бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, ибо не знаете. Бодрствуйте и молитесь». Бодрость Духа, которая происходит в нашей активной, последовательной духовной жизни, ведет к тому, что у человека есть духовные крепости, духовные силы. Потому что человеку приходится руководителю организации, в общине, ему приходится сталкиваться и с духовными проявлениями жизни, с внутренними искушениями какими-то. И духовная крепость, и духовные силы нужны. Но это означает, нужно бодрствовать, чтобы быть человеком, который в это время не оказался человеком спящим. Иисус Христос просил своих последователей пободрствовать с ним в Гессиманском саду. Почему? Потому что совокупность людей, которые духовно находятся в состоянии активности, в состоянии бодрости, в состоянии жизни, в состоянии молитвенном, в состоянии, когда они не сонливы и, может быть, где-то так все перед глазами плывет. Это люди, которые могут оказать помощь. Получается, для руководителя очень важно и самому быть человеком, который духовно бодрствует, но также и просить и подсказывать, чтобы его окружение были люди, которые могут оказать ему духовную поддержку и духовную помощь. Ну и, конечно же, мы с вами знаем, что мы немощны, но Господь обещал быть с нами и способствовать, и помогать, потому что без Божьей поддержки, без Божьей поддержки у нас ни у одного не хватит собственных сил и собственной крепости для того, чтобы вести активную умственную физическую деятельность, связанную с руководством тем или иным коллективом людей. Одна из серьезнейших ошибок лидеров и руководителей является пренебрежение семьей или друзьями. Как-то я читал интервью, которое в свое время дал Нельсон Манделла, политический лидер, Нобелевский лариат, первый чернокожий президент ЮАР, борец за демократические права чернокожего населения своей страны. Он признался, что для него работа была всегда на первом месте. от этого страдали его жены и дети. Он был женат несколько раз. Работа была на первом месте. От этого, к сожалению, как он признался, страдали его жены и дети. Руководители должны находить творческий подход, каким образом вовлечь семью в свою деятельность, конечно же, не смешивая работу, служение и семейную жизнь. И тем не менее, за годы работы в христианском университете в качестве ректора я просто благодарен своей жене, что она воспринимала мою работу, мое служение как нечто, что касается ее. Только ее касается вот та сторона, которая позволяет ей быть частью моего дела, но не принимать никакие решения и не оказывать влияние, влияние, что касается вопросов принятия решений, ее участие в организации каких-то мероприятий, праздников, просто соучастие создавало мне возможность в общем-то и там на рабочем месте, в какие-то выходные очень часто или там по вечерам в общем-то быть семьей, быть семьей. Для руководителя его семья это самый важный проект, самое важное дело для женатого руководителя или лидера, а члены семьи самые важные люди, соратники, члены команды. на самом-то деле сложно ожидать, что мы настоящие люди вне дома, которые могут создать команду, мотивировать, вдохновлять и в то же самое время не оказывать благотворного влияния дома. Здесь очень сложно разделить. Если мы не уделяем должное внимание нашей семье и нашим супругу, супруге, детям, мы теряем в их лице наставников, критиков, помощников, источник вдохновения, мы теряем людей, которым мы доверяем, которые говорят правду, которые могут донести для нас то, что не сможет донести наше окружение. Причем сделают они это так, что нам не будет обидно. В какой-то мере, когда не уделяет руководитель, лидер время семье, то он во многом себя ограничивает. Даже это влияет на эффективность его деятельности в проекте или среди людей, с кем он работает. Часто можно услышать о том, что дом это настоящая реальность лидера. И лидер настоящий тогда, когда он дома. ну вот мне кажется, мы должны узнавать себя по-настоящему в домашних, семейных условиях. Потому что там создается обстановка, в которой мы лучше понимаем свои недостатки. Мы может быть наконец-то понимаем, как можно совершенствоваться. в принципе домашний уют, дом, семья, близкие, друзья, это круг людей, атмосфера, площадка, где мы можем совершенствоваться. Если мы смогли конечно же создать для этого все необходимые условия. Предпоследнее. Для руководителей и лидеров очень часто является ошибкой то, что они готовы вести людей вперед к новым свершениям, вдохновлять, мотивировать. Где-то может быть говорить, что нужно идти по этому пути, я вам помогу. Но что они допускают? Они допускают, что не создают они условий для того, чтобы все процессы были верно администрированы. они вносят очень часто своими инициативами, предложениями, харизмой, хаос. И в общем-то для них важен день завтрашний. Поэтому они в какой-то мере не обращают внимания на день сегодняшний. но день завтрашний успех завтра может возникнуть лишь только в том случае, если сегодня у нас есть определенный порядок, определенная последовательность и организованность. Лидеры часто малоэффективны, потому что не администрируют или не делегируют вопросы администрирования своим коллегам, не акцентируют важность тактики, структуры, систем, не сосредотачивается на настоящем, не разрабатывают порядок, не действуют в рамках установленных правил, регламентов, стратегий и процедур. И конечно же для лидера очень сложно согласиться с тем, что на его долю выпадает еще и заниматься администрированием. я ввел бы организацию вперед, но это же нужно заниматься административными вопросами, это сложно. Каждый руководитель должен признавать важность четкого администрирования и понимать это часть жизни. И очень хорошо, если в команде руководителя, лидера есть те люди, которые прекрасно справляются, умеют администрировать те или иные вопроса, являются менеджерами в каких-то определенных направлениях. Ну а если у лидера, у руководителя есть еще и качество и умение административного плана, то уж если он сам лично не занимается, то он может делегируя эти полномочия кому-то все-таки наладить дело как должно. В любом случае деятельность самого лидера, самого должна быть хорошо организована. Ну вот при правильной организации дел руководитель будет заниматься своим делом, тем, что важно, а не тем, что срочно. Ну и последнее. Очень коротко, но очень ценно. Несвоевременная передача полномочий. Большая ошибка для многих лидеров и руководителей они уходят не вовремя. Либо слишком рано, еще не выстроив какие-то основания прочности, устойчивости, либо уходят очень поздно. Вот есть такая фраза, что блажен, кто говорит кратко. На мой взгляд, блажен руководитель, который сможет интенсивно поработать, выдать все, что он может и завершить свою деятельность. Выйти на новую какую-то ступень. Некоторые руководители воспринимают себя только в определенной роли и должности. Если я не буду руководителем, я уже не человек. Поэтому они всячески стараются продлить сроки своих полномочий. Часто неэффективные лидеры не хотят уходить на пенсию. Они манипулируют тем, что они хотели бы уйти. Если люди считают, что они малоэффективны, то пускай им скажут прямо в глаза. Они уйдут. Но если люди так не считают, то они готовы дальше работать. Но очень часто только из-за того, что последователи не могут распознать такие манипуляции. Да ладно, пожалуйста, продолжай. Все нормально, все хорошо. Многие руководители состарились, стали стариками, не стали старцами, не стали наставниками и не смогли распознать время, когда им нужно было бы завершить свою работу. И теперь получается, что их воспринимают не по былым подвигам, а вот по настоящим каким-то возрастным ошибкам. И мне кажется, очень важно для любого руководителя, лидера распознавать время, когда стоит передавать полномочия. Но к этому можно было бы вернуться вновь и об этом поговорить отдельно. подвигаться подвигаться И подвигаться . Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok